Всем привет! С вами снова Придунка. У нас продолжается эпопея вот с этим горшком под этот поршень. Я заказывал здесь зазор 5 соток. То есть я понимаю, что мне обкатывать его туда-сюда. Я тут еще кое-что запилю. Холодильники здесь сделаю. Фронт работы такой. Мне здесь занижали. Я просил на полтора миллиметра сверху. Здесь снизу подрезал Джузеппо. Здесь вот на токарном станке тоже занижал 4,5. Гильзу также на 4,5 занижал. Итого две недели делов. 2000 рублей. То есть всего за все. Я не знаю много или мало. Сделано хорошо. Меня все устроило. Надо будет помыть. Повести в соответствие. То есть фронт работы не маленький здесь. Но хотя бы допустим здесь вот срезать. Допустим, чтобы здесь подрезать по высоте. Занизить. Это уже само по себе довольно геморройно сложно. А раз так, тут как бы вы понимаете, что это не просто. Надо сделать заправку туда-сюда, там где-то чего-то. И сделать нормально, не криво. Потому что если здесь сделать посадочное криво, да, посадочное, там перекос будет, то цилиндр будет стоять раком. И стенки здесь получатся неровные. То есть тоньше, толще. Я такие горшки видел, которые изуродованы таким макаром. Вот здесь все нормально. Здесь нам предстоит запилить все кромки, окна, все острые вот эти вот дела. А здесь получается как бритва. Но это обычное дело, ничего такого. Вот надо с этим горшком себя вести с осторожностью, ничего не поломать, постараться. Потому что сломать было бы очень больно. Много работы предстоит с поршнем, а именно. Надо еще запилить холодильники, подогнать поршневые кольца. И кольца, те, которые я, возможно, найду, поршневые, они здесь будут вот так замок на замок находить. Придется подпиливать. Будем смотреть, где они там чего. То есть я еще не решил, кольца здесь будут стоять стальные, но надо стоять стальные кольца правильные. У меня, значит, такие движения, сейчас его обмыть более-менее. Потому что он весь не только керосинь, то солярка, не знаю. Можно вымыть канавки. Во-первых, от него несет, непонятно чем. От этого поршня. Уже хоть что-то отмыли от чугунных опилок. Сейчас продолжим. Баллон сменим. Почти кончился. Пока что-то льется, будем лить. Все, чугунных опилках. Все. Крышка кончается. Баллон почти пустой. Я мою, знаете, для чего, чтобы не воняло соляркой. Взял новый баллон полный. У нас были тут три баллона, значит, которые не два, не полтора. Там по чуть-чуть было. Чувствую, что он полный. И поливает очень сильно. Не нравится мне, как воняет солярка, поэтому смываем. Ну и что мы видим? Мы видим, что в баллоне еще много жижки. Зато мы убили баллоны, которые были почти пустые наполовину. И видим, что у нас все, видите, завалено чугунной стружкой. После душа очистителем тормозов, вот так все стало нарядно. Видите, там обтекает. Остатки последние, видите, там еще мокренько. Вот так вот выглядит внутри горшок. Я специально показываю хон, как выглядит. Ну и сразу от цилиндра приятно пахнет. Чуть не парфюмом. Для тех, кто спросит, что у нас, чего и как. Видите, у нас здесь. А некоторые снимали по 6 мм. Тут вообще оставалось с Гулькин нос. Или вообще ничего не оставалось. Веси нам даже здесь подрезали гильзу. Иначе она не залезла бы в горловину картера. Нам нужно проверить, что и как по высоте. Я запихал в какой-то картер, какой-то кривой. Кривее кривого. Одна половинка от кроссового, другая советская. То есть разная. Ну я попробовал, в горловину встает срез гильзы. Какие-то подшипники. Тут там вообще, ну, жуть. Какой-то кривой вал там нашел. Не важно. Слышите? Гроха такой. Все это, ну, лишь бы было более-менее понятно. Там плюс-минус. Сейчас мы оденем цилиндр на поршень. Без колец, без ничего. Просто посмотреть. Пришлепываю сверху горшок. Отдел на шатун, поршень, репаратор. Видите, сидит до конца. Без прокладки, без ничего. Вот сейчас у нас нижняя метра точка. Что у нас получается? То есть все верно, все правильно, все сходится. Это без ничего. То есть еще будут прокладки. Видите, да? А теперь поднимем вверх поршень. Ну, давай, давай, крутись. И вот у нас верхняя мертвая точка. Видим срез, где тут все притык вообще. Тут просто тютелька в тютельку. То есть у нас все получилось. Мы сейчас возьмем пассатижики. Вращаем коленчий ствол. То есть все вот у нас. Вот. То есть все, как я рассчитывал, так и все получилось. Сверху снято полтора миллиметра. Точно снизу четыре с половиной. Ну, а дальше только все это доводить до ума. У нас нет ни поршневых колец. Они есть, но их надо шлифовать. Или покупать пятисоточные, там, какие-то самые нулевые ремонты. Либо же у меня есть бушная поршня от Ямахи. Ладно. Проложим после. Мы в гостях у брата Лукбека. У брата Максуда. И вот. Брат Максуд. Сейчас он будет исполнять на швейной машинке. И там постановление. Вон, а подвески. Урала. Пока там Максуд варит. Мы гоняем. С лимоном. Сидеважные такие. Вот. Вот здесь. Халява. Ну, понимаете, да? Короче, ребят, брат Максуд наварил, значит, нам вот здесь. Нормально, нормально, нормально. То есть, вот теперь фрезеровать не фрезеровать. Вот. Здесь трещинки. Ну, в общем, все, что я показывал до этого. Все эти шпеньки понаварил. Теперь ждем, пока остынет, простынет. Вот теперь у нас есть, по сути, стоковая крытра. Японские. Я, кстати, отравнял, бил изнутри, пока была нагрета сильно. И у нас здесь была, здесь была сильная проваленность. Чуть-чуть осталось, но это уже мелочи. Главное, что все выровнялось. Трещинки с той стороны, где Максуд варит. Вот здесь они сошлись, то есть закрылись. И кап-кап. Теперь нам только подфрезеровать, всю лишнюю убирать. И вот просто огонь. Спасибо, колешок. Мучился, но долго варил. А тут изжег вот этих вот электроников. Вот он валяется. Лешок целый, видите, окурки от присадки. Будем думать, что делать дальше. Заехал Юрий в гости. Тут КБ-60 бывшая. Тут брат Улукбек, брат Максуд. Вот Юрий, ну, вы знаете, это вот. Тут мои руки киришуют. Мы тут пьем чай, беседуем. Вот. Сейчас у Юрика небольшой такой провал в работе. Пауза или нет? Пауза нет, пауза. Пауза, да. И мы тут беседуем. Вот. Юрий, видите, на нервах схватил ножик. Вот как обычно. Пауза, ты на нервах. Положи ножик! Положи ножик! Положи ножик! Видишь, кто срисался. Красивый, да. Вот. Ну, и мы тут сидим, весело беседуем. Как всегда, брат Улукбек, я могу показать его задние ноги. Вот они. Это он, видите, стоит, прикик. Вот. У него тут случился, под вечера первый выезд, видите, на той вот Хонде. Второй. Да, второй. И вот Макс, тут его немножко подлихтовывают. Он говорит, он себе там подлихтовал пальцы. Он говорит, что сардырки стали толще моих. Вот. Он не хочет озвучивать свою голову, чтобы не слышали. Вот. Ну, вот Юра тоже, он старый специалист по падениям, по посещению больниц. Ну, не списали, с один раз. Месяц, месяц. И то не по своей вине. А? Месяц. Какой месяц? В четырнадцатом году было. Нет, нет, месяц пролежал, ты говоришь. А, иначе тяжкие телесные не зафиксировали. Да. Двадцать четыре дня. Надо было пролезать. Вот. Так что, ну, Юрий, он же брат Улукбек прошел по лайтам. Вот. И немножко попортил пальчики, чуть там поцарапал и все. Но про дальнейшем мы говорить не будем. Вот. Бог миловал. Да, Бог миловал. Вот. Я приехал, вот сегодня, значит, и первым делом Макс начал, брат Максуд начал говорить, что что-то как-то уезжает жопа на поворотах. По ошкалу, у него вообще все раскручено, у него настройки полностью софт, то есть очень мягкие, пришлось все закручивать. И вот сейчас брат Максуд потрогал и брат Улукбек потрогал зад мотоцикла, все стало пожестче намного. Какая веселая, лучезарная. Вот, ладно, мы тут будем дальше пить чай. Я вам показал, лица веселые. Вот, брат Максуд замутил, наварил, все, что мы тут фрезеровали, вы помните. Чтоб все вышло, все с избытком, наварено тут, наварено. Все по моим инструкциям, все как положено тут вообще. Изнутри тоже там, по наварено, будь здоров. Все, как я просил. Причем, видите, вот здесь вот мелкие трещинки, раз, два были. Ну, это наварено под болты. Максуд валит относительно недавно, и поэтому к нему претензий нет. Остается только фрезеровать. Вот на столе лежит такая вот у нас машиненка гоночная. Что-то будем делать ей. Вот этой потехой. Что-то будем фрезеровать. Здесь вес такой машинки без маленьких тоже не обойдешься. То есть, теперь картер у нас будет на мази. То есть, все хорошо с ним. Ну, может быть, что-то где-то вылезет, не знаю. Мы здесь отверстие когда просверлим, здесь все лишнее уберем туда-сюда, там все подровняем. И когда все это будет сделано, мы капнем сюда какой-нибудь жирочки бензина, не знаю, чуть-чуть проверить, потечет, не потечет. Ну, и сейчас будем приступать потихоньку к задуманному. Заряжаем по высоте закладные, которые вставляются вот сюда, в пазы, сюда вот. Потому что в наборе они слегка высоковато. Здесь есть, которые шли в комплекте. У них вот эта высота, вот эта полка меньше, на миллиметр даже больше. Я решил две из набора подровнять, поменьше сделать. И что-то просто вот так вот, не скучая едем. Дымит набор железяками вот этот, я его не буду швелить, пусть он зякает. Это типа озвучка. Близа обычная, стальная, я плюс твердых склавов, это какой-то там, что-то типа самокала. Я две штуки сделаю, и стальные пусть так остаются. Они не заходят на одно маленькое, но видишь, останок весь влезит. И когда попадает в пазы сюда грязь, я не могу вставить закладную гайку. Не лезет. Я сейчас все сделаю готовлю для того, чтобы тут фрезеровать картура. Тушим. Вот, и я думаю, что хватит двух штук. А изменяла вся вот эта потеха, вот весь этот набор, он громыхает, когда фреза чиркает по стали. Сейчас будем продолжать делать наши дела. Станок пока приберешь, с ума сойдешь. Здесь вот между этими закладными, это вообще дичь. Там еще смазка была, как новый. И пришлось сейчас вот вымывать с бензином. Так что, ладно, сейчас будем ставить половинку картура, чтобы фрезеровать. Мы кое-как притулили на стол. Половиночку картура. Сейчас поехали фрезеровать. Субтитры сделал DimaTorzok. Отлично. Так. Сейчас супер сухнем. Один-два раза. Здесь я сейчас чуть-чуть. Ну, ну, а у вас она варили, ничего страшного. Так, поехали сюда. Так. 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 Так, ну вот первый этап работы у нас раскачил. Всё отлично. Вообще огонь, не ожидал. Всё как нельзя. Лучше. Теперь нам нужно всё это дело распустить. И будем смотреть, что делать дальше. Нам нужно сначала всё поделать с отверстиями, которые резьбовые, для крепления крышки. Потом сделать направляющие. То есть всё это поэтапно, не спеша. Начинаю смотреть, что к чему надо тут фрезеровать. Вижу, что здесь нормальный впреды, как коснулся, да, всё хорошо. Переехал сюда, на эту сторону. И заметил, что здесь лесенка. Небольшая вот здесь вот. Ну что такое? Замерил штангенциркулем здесь. Меряем. Грубо говоря, получается у нас где-то 75 и 8. Меряем здесь. А здесь получается на 2, даже на 3 десятки. Разница меньше. То есть получается, что здесь снято больше, здесь меньше. То есть некий перекос. Но мы видим, что здесь фрезеровали уже всю плоскость. И, видимо, кривовато тут её прошмурыгали. Но, в принципе, это мелочь. Можно не морочиться. Просто придётся, видимо, по всей проехаться. Все этой потехи. Всё загладить. Вот. Ну, нам первым делом, прежде чем что-то там продолжать, нам нужно восстановить контрольное отверстие. Выставить крышку, просверлить, направляйки. Ну, в общем, всё, как положено сделать. И только после того, как анамнямось, анадыся, продолжать наше изыскание. Значит, что я хочу сказать. Можно было заморочиться, допустим, вот эту половинку положить на стол. И всё. И её вот так вот зафрезеровать. То есть заровнять. Потом перевернуть. И здесь зашкерить. Но после сварки появился такой небольшой эффект. Его не было до сварки. Варили много и крышку потянуло, повело. В этом месте, вот здесь её свело крышку. То есть она стала слегонца. Когда кладёшь, еле заметный шат. Еле заметный. В принципе, дикого ничего нет. Мы имеем много болтов, которые всё это дело выпрямят, притянут. То есть я не буду вот эту поверхность, плоскость, вошкать. Мощности болтов хватит, чтобы всё это дело стянуть. То есть всё будет хорошо. Мы единственное только поправим там внутри. То есть лишнее вычистим. И надо мне теперь придумать, чем. Дело в том, что вот у нас есть, допустим, такие вот пальчиковые фрезы. Да, вот такой длины. Видите, тут едва-едва. Такая фреза. На таком большом вылете надо здесь очень потихоньку всё это делать. Не спеша. Вот. Допустим, здесь, вот в этом углу, если залезать сюда. Вот в этот угол. То с осторожностью. Возможно, мы вообще вручную что-то почистим. То есть фрезеровка фрезеровкой. Мы сначала делаем самое нужное. А потом уже будем пытаться наводить лоск. То есть спешки никакой нет. Мы взяли сделать перпера. Мы их починим. Главное, самое для меня было, что... Видите, если трещина была здесь и здесь. Из-за того, что били сюда. Вот они прям следы. Вот от плотка. Видно, что тут долбили по ней, не по-детски. И она была в мято сюда вдавлена. Была нагрета сильно. И я положил на плоскость. И изнутри всё это дело подровнял. Трещины сихались. То есть всё. И Макс капнул. Лишнее, как я сказал, вычистим. То есть всё нормально. Сейчас мне нужно найти крышку. У меня одна валяется крышка под руками. Но она горбатая, кривая. Она вообще как... Как тараканья жопа, короче. С ней, я не знаю. Пути не будет. То есть надо найти нормальную крышку, которая... Стоковая крышка. Правильно. По ней будем плясать. То есть не вареная, не горбатая, не битая. Ну, понимаете, о чём я. Прошу прощения, что много текста. Но нужно просто объяснить. Допустим, кто-то интересуется, чё и как. На данном этапе вот так вот мы поступаем. Нашёл крышку более-менее живую. Прикинул. И значит, вот такая ситуация выходит. Видите, как выпирает здесь. То есть, иными словами, отверстие здесь просверлено похабновато. То есть... В принципе, страшного ничего нет. Но получается, что крышка высоко стоит. Сейчас вот им, допустим, достану, широких штанин, да, болт. Крышка должна быть как-то вот так. То есть... Ну, как-нибудь, да? Оно вот так стоит. То есть, выпирает сильно. Нажимать будет... Будет попадать куда нужно. Я к тому, что мне неохота... Опять здесь... Опять здесь... Расковыривать, трансфлезировывать. То есть, отверстия, сверления не попали куда нужно. И чтобы сейчас восстановить, надо сделать, как здесь. Всё распилюкать. Вот здесь всё здесь расковырять. И наварить. Что-то у меня большого желания не возникает. Ну, с другой стороны, уж типа, как говорится, взялся за гуш. Так типа, не это, не скрипи. Возможно, мы так и сделаем. Тем более, проект неспешный. Это мы сделаем не спеша. Восстанавливаем картер. У нас много всякой ещё работы, кроме этого у нас. Мы не забываем, что у нас стоит Ява Индура, так называемая. С другой стороны, мне кое-что восстанавливает. Я хотел сказать, вот что. Документы, значит, типа, на мотоцикл, значит, у нас они имеются. Всё, но вы знаете, я не любитель полировать. И мы сейчас просто поднимаем покойник из небытия. Он и так будет работать, покойник. То есть, можно особо не корячиться. Ладно, сын звонит. В общем, мы подумали и решил, что всё-таки сейчас будем срезеровывать и будем заглубляться, чтобы там внутри раздолбать всё это дело. Иначе нам удачи не видать. То есть, взяли, сделать, то есть, надо делать человече, как я сказал. Тут ещё крышка оказалась интересная. Тут очень сильно расковылено отверстие. Здесь же, вечно, проблема ОПСов. Откручивались, болты постоянно откручивались. И вечно сорвана резьба здесь. Вот они, стандартные болты, видите, как расклёваны. Понимаете, шлицевая отвертка, ну, это не то. Под такой шестиграник, если бы было бы, крышка была бы притянута здорово. Но сорвали бы резьбу. То есть, вот палка с двумя концами. И, короче говоря, ну, здесь вот вроде не проскакивает. То есть, иными словами, отверстие здесь, причём, вот рассверлено и, видимо, сделано или под 7, или под 8. Берём, допустим, болт на 8. Ну, всё как классика жанра. Раскакивает, представляете, да, какие дырки расковыряли. А между тем, в нормальной крышке, ну, её нормальной сложно назвать, вторая крышка, естественно, не лезет. То есть, умельцы расковыряли, как кормовую свёклу, крышечки. Ну, и да, им привет, пламенный от нас. Короче, много текста. Сейчас будем налаживать, вот это дело, расфрезеровывать, пресутурили по новой на этот станочек крышку. Включаем станок. Поехали. 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 О, пацаны Тут все открылось Сейчас покажу Видите, что открылось Если я все правильно сделал Я просто молодец Я молодец Да, вот и думаете Зря не зря Вот такие пироги То есть, как я говорил От центра тут вообще уехало Ну вообще дичь Сейчас попробуем вручную Здесь расковырять с помощью нашей Жужжалки Нам важно стенки не поломать Оставить посадочные все Свои, родные Почему я на станке на флизерном Я не стал Чтобы это дело Не потерять Слеганца подналипла Как и бека сюда Все Ну, короче говоря Вот так Не знаю, что это стоило Того или не стоило Мы практически Стеночку Оставили Тут вообще смешную То есть, можно сделать вот так Не знаю, видно, не видно Все Что мы имеем Вот такое слепое отверстие Подчищаем Все, огонь То есть, у нас имеют Имеют всякие средства Которые помогают нам Видите, тут у нас Все получилось Все хорошо Правда, рука келешует Рука Неверная рука Друг индейцев Ну, вот так как-то Здесь, видите, тоже С помощью машинки Нашей Я тут Подрасковырял Надо теперь только Чуть подрасверлить Это мы на флизере сделаем Поставим Все, что нам нужно И расковыряем То есть, у нас затекал алюминий То есть, там все хорошо Просто надо подчистить Только и всего Ладно, ребят Мы на сегодня Наше изыскание заканчиваем Время уже 9 часов Задам Мне на работу Переться на сутки Поэтому Всем пока Берегите себя До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok